Сегодня посвящена моя лекция факту того, что 1 июля будет экватор середина 2022 года, очень тяжелого года, о котором я рассказывал в декабре 2021 года. Есть три видео, где я рассказываю про 2022 год. Ну, почти все сбылось, начиная политики, природных аномалиях и прочим. И теперь есть информация новая, дополнительная. Я хочу, чтобы вы ее внимательно услышали и сделали выводы. Итак, 1 июля этого года, 2022, уровень энергии и суть 2022 года Луны. Он называется год Луны или небесной иерархии. Стихия, вода, часть света. Значит, это у нас умеренный год, 22-й. Это запад, это меланхолики, это характер, значит, меланхоличный. Это вечер, то есть вечер, меланхоличный, осень. Значит, стихия вода у этого года, 2022-го. Это все связано с той атмосферы, которую мы имеем на данный момент. Это слезы, стрессы, эмоции, трагедии, переживания, стрессы, нервы, постковидный синдром, военный синдром, инфляционный синдром. Сейчас подключатся к этому синдром голода, страха, панических атак и прочего, и прочего, о чем я говорил, делая прогноз на 2022 год. Суть года начинает с 1-го июля меняться. В какую сторону? На пути 23-й ждет нас. Год Марса, воинственный, агрессивный, огонь, энергия, огня. Предвысокосный год, коварный, опасный, трагичный, всепожирающий год, тяжелый очень. Мы движемся неуклонно к нему. И вот пиковая точка 1-го июля. Я буду просто в самолете, я лечу в Осетию, мою любимую, во Владикавказ, я не смогу записать это видео. Поэтому я это делаю сейчас на даче у себя, с Божьей помощью, накануне Святой Троицы праздника, в субботу, поэтому и цвет соответствующий, черный, в Троицкую Родительскую Субботу. Поэтому и характер такой будет, соответственно, информации. Напряженный немножко, трагический в чем-то, предупреждающий о грядущих изменениях. Так вот, суть атмосферы будет накаляться. Вода нагревается. Сейчас, перед 1-го июля, это мы будем видеть на политическом уровне, социальном и военном, с 1-го июля все пойдет быстрее, стремительнее. Разогрев эмоционально, вода начинает нагреваться, и потом пойдет пар, и потом она выпарится и станет огнем. Вот так будет переходить 22-й год в 23-й. Через середину года, точку 1-го июля, экватор. Значит, с 1-го июля и полгода следующих до 1-го января 23-го, суть года напряжения, накаления, повышения температуры, погода, природа, социальные события, юридические проблемы в обществах, странах, напряжение социальное, военные конфликты, нарастание этих всех событий. Это все будет усиливаться. Энергия года превращается в огонь, из воды в огонь. Из эмоционального напряжения в физическое, физиологическое, физическое в действие. Содержание будет меняться более жестоким, суровым, резким, жестким, импульсивным, эмоциональным. Это отразится на всех тех событиях, которые будут происходить. Вот расстрелы там в Америке, другие теракты в разных местах света, частях света. Теракты разные, социальные бунты, протесты. Все это с 1-го июля будет нарастать до конца года. То есть нас ждет вторая половина 2022 года с очень агрессивным выбросом, с экстремальным воинственным, саморазрушителем и так далее. Те государства, которые сопротивляются военной интервенции, соседями в напряжении находятся, как Китай с Тайванем или мы с Украиной, они будут обостряться эти конфликты, провоцироваться с новой силой, новый виток, новые волны будут происходить. Ненависти, презрения, агрессивные выпады. Значит, страны, паникующие при этом, будут терпеть поражение. Вот как Украина сжиматься будет, напрягаться, внутренние провокации будут в этой стране на политическом, социальном уровне, территориальном и так далее. То есть сжатие событий будет, напряжение при этом возрастать будет. Поэтому содержание агрессивнее, агрессивнее, агрессивнее с 1-го июля до 1-го января. Энергия с воды на огонь, со слез на ярость, с печали на возмущение переход, и сила соответствующая будет усиливаться, увеличиваться, усиливаться. Дух и вера при этом фанатеют. Панически, фанатично, эмоционально будет вера воспроизводиться импульсами. Отчаянная будет больше вера. У одних крепнет, стоически человек воспламеняется верой, другие плачут, просят, не получают и впадают в аффект, в ярость, протест, безбожие и так далее. Мы это увидим в разных странах, и на Украине, и в других странах, рядом с собой, я говорю про Россию, и на разных континентах. С верой и духом, связанной с верой, духом жизни, будут изменения происходить, тоже с 1-го июля и далее. Также любовь, сильные, волнительные, эмоциональные состояния, сильные переживания, всплески, выбросы, выбросы чувств, фанатичные состояния, у кого-то панические атаки, потерять любовь, лишиться любви. Очень многие ведь потеряют, вот сейчас потеряли до 1-го июля родных, близких, друзей, знакомых через конфликты, военные события и прочее. Я говорю про Украину и Россию в первую очередь, про Армению и Азербайджан говорю и так далее. В Китае сейчас события начнутся безусловно, потому что сейчас вектор будет переходить из огня, из воды в огонь. Значит, с запада на восток волна потечет теперь энергии, потому что это по дате видно перехода 22-го года на 23-й, годы Луны на год Марса. Поэтому нас ждут очень напряженный год в его окончании, во второй его половине. Поэтому любовь фанатичная, стремительная, решительная. Разлуки, разводы одновременно с этим и страсти, зачатия очень интенсивные. Не удивляйтесь вот такому сочетанию, противоречивому, контрастному. Это так и будет. Значит, прорываться будут дети наружу. Ранние необузданные зачатия, не вовремя будут они у многих происходить. В то же время долгожданных много будет, чудесных зачатий и долгожданных рождений. Вот эта вторая половина 22-го года, она подтолкнет к таким событиям. Те, кто давно желал свое счастье обрести в любви, он его получит. И наоборот, те, которые хранили, берегли, молились об этом, его лишатся. Вот такой контраст. И водораздел будет очень мощный. В дружбе размежевание будет усиливаться. Во второй половине года проявят себя люди, кто дружит, кто не дружит. Вот эти союзы политические, союзы стран, союзы народов по расовому, религиозному, этническому принципу. Они сейчас будут раскалываться, размежевание произойдет. Во второй половине года особенно остро. Протест, возмущение, провокации. Значит, разводы будут и на политическом уровне. Америка, Азия, Европа, Россия и союзники вокруг России. Это все будет происходить одномоментно, разновекторно, одновременно во всех этих плоскостях. То есть такие воспламеняющие, нагревающие конфликтные ситуации. Соответствующие истеричные, более истеричные, более эмоциональные, нервные, эпатажные, провокационные, возмутительные общения. В прессе, на телевидении, в газетах. Поведение политиков будет неоднозначным, неадекватным, провокационным, истеричным. Я говорю не только про Зеленского и там других персонажей его типа, европейских государств, американских. Вообще вот такая будет тенденция какого-то одержимости, какой-то одержимости сатанизма, безумия эмоционального, выбросов этих нечеловеческих, импульсивных. Вот это то, что будет вообще не происходить. То есть люди начинают, будут себя вести неадекватно, рамки будут уходить, скрепы, корсеты, какое-то уважение на всех уровнях. Будет рассыпаться, разрушаться. Нагрев вот этой воды 22-го года, года самого, напряжение, которое он создал этот год 22-й. Все это будет распирать и разрушать эти все границы. Так что нас ждут очень сложные, тяжелые в этом плане времена. Значит, очень трепетное к родителям отношение должно быть во второй половине инсульта, инфаркты, резкие осложнения здоровья. Берегите своих родителей, пожилых, вообще старших людей, потому что сбои начнутся. Магнитные бури, солнечная активность, перепады температуры. Там погода тоже с ума будет сходить, как я и говорил в прогнозе, на весь 22-й год. Значит, линзы – это области высокого давления, которые не будут пропускать холодный воздух и будут нагревать в определенных точках России и мира температуру до предела, до абсолютных пределов рекордных. Вторжение холодных воздушных масс с севера, с северного полюса на Россию и другие страны. Резкие перепады температур, смещение температур среднестатистических, то есть скачки огромных, град этот не прекращающийся, где-то снег, где-то град, то есть вторжение. То есть аномальный год, 22-й, будет во второй половине усиливаться, раскручиваться все больше и больше. Это касается Тихого океана, Атлантического особенно. Это Европа касается. Мы все вот будем так содрогаться. А второй половине 22-го года мы эту-то весну еле пережили холодную. Переход этот тяжелый в лето, в майские грозы, грады, выпадение снега и тому подобное. В мае-то месяце. Сейчас аномальную июнь будем воспринимать на 10 градусов выше нормы. И так дальше, дальше этот весь 22-й год нас будет бить по всем местам, по голове особенно. Значит, и это будет отражаться на поведении, настроении, темпераменте, характере, душевных состояниях, семейных отношениях. На всех уровнях это будет все влиять. Вот, к сожалению, такая идет тенденция. Поэтому берегите родителей. Это очень важный год во второй половине. Вот эти перепады сердечного ритма. Сверхчувствительные люди, они будут подвергаться вот этим ошеломительным атакам. Значит, природного происхождения, климатического, экологического и других. Соответственно, к детям бережное отношение. То есть год травмоопасный, экологически опасный, природно опасный для детей во второй половине года с 1 июля. Это реки, озера, моря, океаны, поведение на воде. Это перепады климатические, вот эти вихри, селевые потоки, неожиданные ливни, ураганные ветры, изменение поведения, погоды. Резкая, буквально за часы. Берегите детей, смотрите за ними, не упускайте, будьте бдительны. Очень это важно. Здоровье, соответственно, с 1 июля до 1 января будет нас расколбашивать и расшатывать в разные стороны. Это коснется всех людей. И переживших пандемию, и которые ее, значит, каким-то чудом не пережили, не прошли. У всех нас разбалансировка будет. У молодых, у среднего возраста, пожилых и других. И самых маленьких тоже. По здоровью тоже неблагополучная. Вторая половина года, будьте осторожны. С деньгами такая же история. Одни валюты падают, другие стабилизируются, другие резко подскакивают. То есть полный хаос в этом плане на валютном рынке, во всех странах мира, на биржах. Всплески во второй половине года. Я не буду по месяцам и так далее это все расписывать. Это мне неинтересно. Есть другие специалисты, пусть этим занимаются. Мне надо это просто озвучить, пройти, идти, рассказывать дальше. С деньгами нестабильность. Нету долговременных вложений. Не будет больших инвестиций никуда, ни во что. Только переговоры, переговоры. В ожидании, ожидании, какие будут процессы дальше происходить. Особенно на валютном рынке. И не только в России, вокруг нас, всех стран СНГ и так далее. Власть набирает силу, мощь для атак, наездов на соседей. Очень конфликтные отношения вокруг стран в Европе, вокруг Венгрии, в Венгрии внутри. Вокруг Сербии, в Сербии внутри. Вокруг России, внутри России. Это напряжение нескольких фронтальных руководителей наших военных. То есть будет меняться тактика. Потому что первое полугодие – это отчет, как прошла кампания до полугода. И потом будет тактика меняться. Я думаю, поменяются некоторые военные, командующие и так далее. Будет большущая рокировка в наших вооруженных силах Российской Федерации. Значит, это до осени все будет. И вот концовка года, особенно с сентября до конца года. Очень многие события во власти революционного характера. Присоединение территории, референдумы, голосование. Значит, социальный, нестабильный, разогрев социальной обстановки. С июля до сентября одна волна, с сентября до декабря вторая. Социальная, политическая, продовольственная и так далее. Смена правительств Европе очень во многих странах. Смена руководящих лидеров военных организаций, Министерства обороны, я имею в виду, других органов экономических. То есть чехарда кадровых назначений будет. Это ожидается во всех странах. В России тоже будут перестановки губернаторского корпуса. Выборы мы знаем в сентябре будут. Значит, референдумы разные. То есть вот это вот все создаст движение не только в России, вокруг России, в Европе, в других странах. В Америке мы знаем тоже выборы. И не только в самих Соединенных Штатах. В общем, вот этот накал страстей, раскрутка, напряжение, повышение общей температуры планеты на всех уровнях будет продолжаться с 1 июля до конца года подниматься. И подниматься эта температура будет все выше и выше. Поэтому безопасность, тема номер один, с 1 июля и дальше на воде, в воздухе, на земле, дороге и на мирных территориях и воюющих территориях. То есть тема безопасности будет усиливаться и обостряться постоянно, бесконечно для всех. В спорте конфронтации, начало переформатирования, значит, спорта как такового, мирового спорта. Сбор сил, нас ждут командный сбор сил. Значит, политика будет пытаться вторгаться в спорт и дальше, но спорт, как я говорю, отобьется и наведет у себя порядок. Станут очень сильными федерации, будут диктовать свои условия и так далее. Внешняя конструкция политическая, оказывавшая влияние на спорт, будет постепенно отходить в сторону. Спорт будет жестким, суровым, стычки команд, стычки болельщиков. Вот эти события, которые были в Париже и в других местах на футбольных стадионах и после футбольных матчей, будут только усиливаться. Чемпионат в Катаре – это вообще отдельная история. Там столько всего будет, что, ну, волосы станут дыбом у всех, можно так сказать. Удивительные поединки, масштабные зрелища, эффект очень сильный, ставки огромные. То есть одержимость, сатанизм, напряжение в спорте тоже колоссальное. К сожалению, вот к этому все идет. Значит, рисков, соответственно, много, и терактов, и всего прочего. Они остаются в массовых местах скоплений людей. Мы с 1 июля до конца года увидим, как повторяться будут многие теракты, сожаления и так далее. Все тлеющие конфликты, все временно затихшие конфликты, к сожалению, с 1 июля будут усиливаться, подходя к 23-му году, к его границам календарным. Все это будет воспламеняться, талеть и вспыхивать. Вот такой общий прогноз. Поэтому угрозы, риски, страхи и оковы, угрозы смерти, нелепость, случайная, чтобы она не случилась, мы об этом молимся, Архангелу Михаилу, Архангелу Гавриилу и Рафаилу. Вот эти угрозы будут возникать, к сожалению, все чаще и чаще. И, пожалуйста, себя поберегите, своих родных и близких, чтобы этого избежать. То есть это мое видео, предупреждение вам об этом. Поэтому оковы будут сброшены. Те страхи внутренние и чувство самосохранения у многих будет лишено в этом году, с июля до конца года. Оно как-то будет подрастеряно. Люди будут в каком-то непонятном состоянии находиться, неадекватном, движимые эмоциональными волнами. Политикой, значит, агитацией и так далее и тому подобное. Вот это на нас всех будет оказывать сильное влияние. Поэтому надо очень себя беречь. Сейчас 22-й год – это женский год. До этого три мужских было, и впереди три мужских. 23-й, 4-й и 5-й. И вот этот несчастный и женский 22-й год, когда жены, матери, сестры, бабушки оплакивают, оплакивают и оплакивают бесконечно собственных детей, мужей, отцов, внуков погибающих, кто там, кто здесь, на войнах этих. И в России, и в Украине. Вот этот вопль женский общий 22-го года, эти слезы, эти истерики, эти мольбы, вопли к Богу, они будут услышаны. И сейчас мы увидим, как эти события, вот эти прошения невидимые, гласные или молчаливые внутренние на разрыв сердца, будут услышаны. И все эти события сейчас и будут происходить. Потому что мы очень взаимосвязанные люди, экология, атмосфера, природа, сама земля через Господа это все слышат и, соответственно, будет реагировать. Поэтому нас ждут такие очень неадекватные, неординарные, жесткие события. Поэтому бережем родных и близких, пожилых, бережем родителей, соседей, кому нужна помощь, надо помогать. И детей удерживаем от неожиданных опасных ситуаций, чтобы не случилось ничего ни с кем. Будем об этом молиться, просить у Бога помощи и поддержки. Вот о чем я хотел вам рассказать. Сегодня в Троицкую субботу, накануне экватора нашего года, накануне 1 июля. Храни нас всех Господь. С наступающим праздником в Святой Троице, день рождения Церкви нашей Христовой Православной. И накануне Дня Святого Духа. Храни нас всех Господь. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok